у нас в отдельных специализированных павильонах продают такие вот суп наборы в данном случае это наш местный производитель но знаете здесь такие составы как дно люди с маленьким достатком стоит кстати у недорого там за килограмм цена смешная люди с малым достатком покупают себе варятся делают какие-то я не знаю там что я не знаю что можно с ней приготовить хотя кстати попадаются когда такие вот даже голени я покупаю данный суп набор для своей собаки то есть как в сыром виде так и варю с него каш собственно это видео будет посвящено своей моей собаки для которой я свою кашу и собственно где будет у нее полный рацион витаминов не то что нам предлагают кормить ее сухими кармами сухие карма по сути это как самый быстрый вариант когда ничего нету когда вы спешите просто насыпали чашку да и уехали там на целый день а то может быть даже с ночевкой но когда вы дома собственно за час-полтора то и меньше можно всегда сварить ей нормальную здоровую еду это у нас остатки от крыльев до которые мы жарили а это собственно те суп продукты которые я вытащил из пакета разморозил и что мы видим то есть это какой-то куриный каркас да то есть грудку срезали это какая-то куриная голи видимо по каким-то причинам она просто просто не прошла отбор до чтобы люди это или этом непосредственно от эти фабрики и какие-то крылья не прошли отбор по качеству вот наша собака которым мы все это будем готовить ну что сейчас я все это закину воду приготовлю бульон для приготовления каши я использую собственно практически всегда эти ингредиенты это у нас крупа гречневая первая крупа рис что есть круглозерный или длиннозерных в данном случае круглозерный пару картофелин морковка лук обязательно картошка режется кубиками лук собственно тоже кубиками да и морковка тоже кубиками то есть все быстро все наскоро в руку плюс варится бульон и бульона пену я никогда не смываю не снимаю что такое пена при варке мяса для тех кто не знает это мясной белок это то что необходимо нашему организму этот белок при высокой температуре он сворачивается появляется пена и мы его выкидываем просто из-за эстетики если бы лет сто назад на внушили что пену ни в коем случае нельзя снимать то мы бы наверное быть не процеживали бы бульон и не снимали бы пену до варили бы еду кушать именно с пеной именно с этим белком я считаю что собаки нужен полный рацион потому что все таки она более энергичная и сидеть на одних сухих кормах как бы но это издевательство над животным поэтому собака есть то что мы только сварим на как говорится отдельно с любовью я сейчас порежу овощи и буду ждать пока бульон сварится овощи я нарезал собственно вот он наш картофель репчатый лук и морковь бульон понемногу начинает закипать но как я говорил что пену я оставлю бульон поварится минут 10-15 но скажем так чем дольше тем лучше чтобы все это мясо было более-менее мягкое даже очень сильно мягкой даже не мясо кости потому что мясо я выну из бульона отберу мясо и и ну все это бульон кости рано утром я скормлю собаки мясо с костей я ободрал собственно то что у нас получилось одно мясо можно сказать то есть собачка не голодают по сути голодаем мы вот так вот если посчитать в каких-то калориях там или я высыпаю овощи я высыпаю сразу крупы блин а запах пошел это вообще прям с овощами суперский блин конечно же я где-то половины чайной ложки соли насыпал в себя возьмется крупный рис гречка и перловая каша соответственно и картофель тоже поэтому сам бульон сама каша соленая не будет как ко всему живому соль организму требуется поэтому я сейчас добавлю сюда воды доведу до кипения и собственно каша у меня будет томиться а именно я буду распаривать крупу перловку сделаю ее немножко жидковатой что там они было так узнаете как на и густейшая манная каш друзья наша каша практически готова осталось буквально минут пять но я думаю что за пять минут она ничего не изменится вот она что у нас получилось кашу наваристая плюс она остынет она будет скажем так более густая но густая за счет того что она просто станет холодным ловко гречка и рис взяли в себя основную влагу соответственно даты все это у нас разварилась таша конечно пахнет достаточно очень вкусно хоть бери блин сам накладывать но извините это собаки собаки это неприкосновенно всем спасибо за внимание желаю всем удачи подписывайтесь на канал